Общество страхования и налоги новая редакция закона об ОСАГО задумывалась для облегчения жизни водителей. Ее вступление в силу с 1 июня 2018 года означает, что для виновников аварии появилась возможность получить выплату по ОСАГО. С 1 июня вступает в силу новая редакция закона об ОСАГО. В соответствии с ней, максимальная выплата в случае оформления аварии по Европротоколу, без вызова ДПС, поднимается с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Напомним, что на территории Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 2014 года действует безлимитный Европротокол, с верхней планкой выплаты 400 тысяч рублей. Такой способ оформления возможен, если в ДТП не пострадали люди. Кроме того, чтобы оформиться по этой схеме у водителей участников аварии на смартфонах должно быть установлено специальное мобильное приложение, разработанное страховщиками под контролем Центробанка. С его помощью все последствия ДТП должны быть зафиксированы и отправлены в страховые компании участников происшествия. Но на данный момент ЦБ только-только прислал разработчику этого приложения, Российскому союзу автостраховщиков, РСА, свою рецензию на этот программный продукт. В связи с этим, по мнению президента РСА Игоря Ургенса, теперь водителей, желающих воспользоваться механизмом Европротокола, ожидают дополнительные проблемы. Вся эта работа должна была быть с точки зрения государства синхронизированной с работой РЭГЛОНАСС. Этого не произошло, поэтому сейчас, с 1 июня, определенные трудности совершенно точно будут. Тем более, что наши коллеги из ГАИ, хотя и расположенные к нам очень конструктивно, с сокращением их личного состава выезжать на место ДТП они будут плохо. Если вообще будут выезжать, минус считает он.Теоретически, в доработанном виде использовать мобильное приложение по оформлению Европротокола нужно будет следующим образом. Точкой сначала по QR-коду на полисах проверяется их подлинность, далее фотографируется все детали обстановки после ДТП. Все это пересылается в РСА. Следующий этап – визит автовладельца в свою страховую компанию для бумажного оформления произошедшего. После этого страховщик принимает решение о выплате. Однако в случае, когда участники ДТП не смогли договориться Между собой кто виноват и ни у кого нет мобильного приложения РСА, каждый из них, согласно законодательству, получит по 50% от страховой выплаты. Кто-то незаслуженно заработает деньги, кто-то недополучит 50%, минус пояснил Юргенс. Субтитры создавал DimaTorzok